Айо, с вами Тренди, это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00, лайк, подписка, вы короче все сами знаете, давайте к делу, сегодня очень много новостей. И начнем пожалуй с интереснейшей новости по поводу патента Nintendo на интересную технологию оценки игр. Ну собственно эта система, как бы оценки генерирует базовый рейтинг через геймплей игры пользователей, а также внешний рейтинг на основе отзывов пользователей и журналистов. И вот на основе вот этих вот вот всех данных, короче, формируется какая-то средняя оценка. Вообще интересный патент, он может помочь фильтровать игры там в eShop или еще где-то, ну и вообще имеете более полное представление об игре. Как вы знаете, бывают такие игры типа калькулятора, у которых там на метакритике оценка 91, а по факту-то ну это просто кек, рофл и так далее. А тут они, получается, будут отслеживать по геймплею, что такие типа че-то люди-то покупают и не играют в эту игру, а на метакритике вон какая-то оценка, че-то не сходится. Там все это как-то алгоритмами будут сравнивать и уже выносить какой-то реальный вердикт. По мне так интересно, посмотрим как это будет реализовано. А вот что реализовано интересно, так это Doom Eternal в Lab Garage VR. Энтузиаст мистер Тифлис воссоздал свой Doom Eternal в Lab Garage VR. Мне лично не совсем понятно, как это все там делается, но тем более настолько сложные там какие-то механизмы, какие-то че-то там. Очень сложно, очень сложно, ничего не понимаю. Но он, собственно, показал все, как он там сделал, реализовал и так далее, и даже музыку он написал в этой же игре. И прикиньте, это вот сделано в урезанном Lab Garage. А вот что будет в расширенном Game Builder Garage, который скоро выходит, даже представить сложно. Да, можно долго придираться, что как бы оно не особо-то и похоже, да, то есть нет каких-то супер-пупер навороченных локаций. Но по факту, вы представляете, это просто, ну, я не знаю, для меня это примерно так же, как сделать какой-нибудь автомобиль из зубной щетки и помидора. Вообще ничего не понятно, но интересно. Так что ждем релиза расширенной версии вот этого конструктора игр и посмотрим, что они там будут творить в VR'е. И, возможно, в это даже будет круто играть, может быть, даже построят полноценные локации и так далее. Ну, короче, ждем, а мы переходим дальше. А еще что мы все, безусловно, ждем, не дождемся, так это Токийские Олимпийские игры 2020 на Nintendo Switch и видеоигра. Спустя почти два года после релиза в Японии, все-таки эта игра должна выйти на Западе уже 22 июня за 3000 рублей. Вообще, какая-то странная ситуация. Олимпийские игры были в 2020 году, а игру выпускают только сейчас на общий рынок. Зачем? Кому она нужна? Непонятно. Это, представляете, это то же самое, что выпустили какую-нибудь FIFU 2020 только в этом году. Ты такой, че? Зачем? Почему? Как? Почему они так долго тянули с этим? Непонятно. Ерунда какая-то, поэтому мы просто двигаемся дальше. А вот сейчас будет вообще ни разу не ерунда. Помните, я рассказывал про сливы того, что будет не на Куне 2 на Nintendo Switch? Так вот, объявили официальную дату выхода этого порта. Он состоится 17 сентября. Это будет издание Princess Edition, которое включает в себя базовую игру и 3 DLC. Я поберегу ваши ушки и не буду читать эти названия. Также в эту версию игры входит набор снаряжения принца, в котором сладости, слезы спасителя, стейк-ужин и предметы All Be Gone. По 5 штук каждого. И также стоит ожидать русский язык, потому что на других платформах он был. Я вообще жду не дождусь, чтобы официально на русском языке поиграть в Нинокуне 2 на Nintendo Switch. Будем стримить, будем играть. Пока еще даже в Nintendo eShop игра не появилась, поэтому мы даже не можем понять, будет ли там русский язык или нет. Но очень ждем. А еще что, я думаю, многие ждут, так это новых покемонов. И тут у нас сразу две новости. Pokemon Brilliant Diamond и Pokemon Shining Peer официально выйдут 19 ноября. А еще Pokemon Legends Arceus официально выйдет 28 января 2022 года. Теперь вы будете хотя бы знать, какие даты ждать, чтобы поиграть в новых покемонов. Не уходя далеко от этих самых покемонов, вот сейчас у меня вообще взрывается мозг от этой инфы. Pokemon Snap в Америке занял третье место по продажам в этом месяце. Я вообще не выкупаю этой фигни. Эти покемоны стали самой продаваемой игрой в Америке на гибриде. Затем идет Monster Hunter Rise и собственно Mario Kart 8 Deluxe, который вообще никуда не пропадает из лидеров продаж. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, в чем прикол этой игры. Вы просто ходите, фотографируете покемонов или что там вообще происходит в этой игре. Обязательно напишите, объясните мне, я вообще не выкупаю прикола. А еще, как вы знаете, я не выкупаю прикола Hyrule Warriors, но тут выходит DLC и показали, что там дадут за предзаказ. Ну, собственно говоря, вот такой вот скин, типа броня и меч, предметы станут доступны с 28 мая. А первое дополнение должно выйти к концу июня. Теперь у вас будет еще больше возможностей побегать, потыкать и повалить однообразных мобов. Да, в чем прикол, не понимаю. Вот знаете, я больше по каким-то понятным играм, например, For Close, киберпанковская игра, которая выйдет 12 августа. Там, короче, главный герой был исключен из системы, из-за чего лишился своей работы, мозговых имплантантов и доступа к городской блок-сети. Теперь он должен покинуть этот проклятый город, прежде чем его личности и импланты будут проданы с аукциона. Ну, собственно, вот эта продажа может его кокнуть. For Close будет продаваться примерно за 20 баксов, то есть 1500 рублей в цифровом издании, и за 30 баксов, ну, около 2200 на картридже. Русский перевод планируется, а значит, вполне себе можно полноценно ознакомиться с игрой. Вообще, ну, судя по трейлеру, выглядит прикольно. Главное, чтобы и игралось прикольно. А вообще, знаете что, меня в последнее время как-то начало смущать, что картриджи начали продавать дороже, чем цифровое издание игры. По идее, это логично, ты тратишься еще на производство картриджа, доставку, комиссию там магазинов, бла-бла-бла. Но, раньше же все было нормально, типа, картриджи продавались так же, как и цифровое издание. Ну, в цифре можно было купить дешевле только по скидкам, но скидки также и на картриджи были. Ну, а Nintendo вообще в России продает постоянно картриджи дешевле, чем цифровое издание на эксклюзивы свои, там, Zelda, Mario и так далее. Почему сейчас пошла такая тенденция, что игры в цифре продаются дешевле? Я недоволен этой ситуацией, я хочу, чтобы было поровну. Была минуточка к коммунизму, но и сейчас расскажу вам про бесплатную игру хотя бы. Экшен ММО под названием Троув, Трови, Тров, выйдет этим летом на Nintendo Switch. Вроде говорят, должно выйти, но в то же время непонятно, выйдет, не выйдет, и когда точно выйдет, тоже непонятно. Но если выйдет, это будет прикольно. Тут у нас экшен ММО, все хотят себе ММО на Nintendo Switch, вот пожалуйста. Тут хотя бы вроде, типа, графика не такая сложная, должно тянуть. Потому что предыдущая там Skyforge или что там было, какая ММОшка у нас была, если я не ошибаюсь. Там говорят вообще трэшатина, я так и не заходил. Там говорят постоянные просадки какие-то, что-то еще, какие-то проблемы. Не суть важно, может быть уже пофиксили, но на старте был вообще капец. Тут может быть будет получше. Посмотрим, подождем, увидим. Ну и сейчас у нас блок новостей про Dragon Quest. Их куча целая, там миллион. Давайте расскажу вам. Например, был анонсирован ремейк Dragon Quest 3 в 2D стиле. И его разработкой займется команда, которая подарила нам Octopath Traveler. А соответственно, это должна быть очень красивая игра. Но проблема в том, что вообще в Dragon Quest'ах особо нет русского языка. Поэтому можете послушать сейчас новости, поизливаться слюнями. Но если вы не знаете английского языка, скорее всего вы в эти игры не поиграете. Так вот, еще анонсировали спин-офф Dragon Quest Treasure. О которой пока ничего не известно и имеется пока только трейлер. Еще анонсирован Dragon Quest 12. Говорят, что это будет взрослая игра. Там все, пафосы нагнали. Вот ждите теперь, что там за взрослая игра в серии Dragon Quest. Ну и с самой кека анонсировали Dragon Quest 10 онлайн. Вы прикиньте, офлайновые ММО. Это даже звучит как-то глупо, да? Но, тем не менее, для нее делают уникальный визуал, а также еще множество других отличий и деталей от онлайн-версии. В принципе, я не против заценить оффлайновую версию. Но, опять же, без русского языка как-то грустно. А, еще, кстати, упустил важный момент. Вот это вот ММО оффлайновое, короче, не выйдет. На Западе планируется выход только в Японии. Так что вообще, зачем я вам об этом рассказал? Бред какой-то. А, ну и еще они там до кучи запихнули какой-то мобильный пазл в эту же конференцию по Dragon Quest. Ерунда. А вот что не ерунда, так это выход Соника на Nintendo Switch. И самый прикол, что Zippo был все-таки прав. И вот этого Соника с очень сложным названием, которое я не могу сказать, все-таки выпустит на Nintendo Switch. Вот написал где-то здесь текстом. Короче, во-первых, у нас выходит Sonic Colors Ultimate 7 сентября на все платформы и на Switch в том числе. И еще был анонсирован какой-то загадочный Соник, я не знаю, на 2022 год запланирован. И там говорят, что разработчики вдохновлялись Breath of the Wild. Там какие-то новые механики, что-то какие-то прикольчики. Вот надо, блин, подробности на самом деле по этой игре. Хотелось бы узнать, прикиньте, RPG-шка Breath of the Wild в Сонике. Чего такое? Типа, чего вообще происходит? Интересно, интересно. Будем ждать новых трейлеров. Обязательно, как что-то появится, я сразу расскажу. Ну и то, что Zippo был прав, анонсировали коллекцию Sonic Originals. Где будут вот эти три части, которые сейчас написаны на экране буквами. И еще Sonic CD. Я не знаю, как они там договорились, все это реализовали. Но, короче, выйдет и выйдет. А самый прикол в том, что реально запарили. Запарили выпускать коллекции старых игр. Просто, типа, мутят на эмуляторе какую-то старую игру. И, типа, вот играете. Новые игры делайте. Ну или хотя бы ремастеры какие-нибудь, ремейки. Зачем мне на эмуляторе покупать опять эту игру? Ерунда какая-то. Ну и перед самыми громкими новостями у нас Monster Hunter Rise. Как я говорил, они, кажется, будут так и продолжать. Типа, вот набралось сколько-то миллионов продаж. Они тебе там бахают просто на халяву какие-то зелья, типа, по несколько штук. Я говорю, своеобразный донат. Типа, чем больше... А нет, даже не донат, а какая-то финансовая пирамида. Типа, приглашаешь друзей. Вот купи Monster Hunter, пожалуйста. Тебе дадут вот столько-то там зелий. И мне дадут столько-то зелий. И прикольная схема, нормально, ну 7 миллионов уже продано. На самом деле игра заслуживает внимания без всяких кеков, а это просто бонус. Ну и теперь свежие новости про Nintendo Switch Pro. А потом кто может победюнькать этот Switch Pro? Давайте начнем. Эмили Роджерс, достоверный инсайдер, сообщила, что Switch Pro анонсирует быстрее, чем вам кажется. А выйдет он уже осенью с новым метроидом, скорее всего 2D-шным, который планируется выпустить между августом и октябрем. А Блумберг вообще говорит, что анонс сможет состояться даже до E3. Ну и, собственно, релиз консоли они обещают на сентябрь или октябрь. А массовые поставки произойдут где-то в октябре-декабре. Ну и, как предполагалось ранее, все больше подтверждений этому, что цена будет выше 300 долларов. И полностью заменит нынешнюю модель обычного Switch'а, где он у меня. Вот таких Switch'ей больше не будет, но говорят, что Lite-версия не пропадет из продажи. А, соответственно, если вы хотели именно Lite-версию, то смело берите, вообще не раздумывайте. А в связи с последними новостями, я думаю, что вот именно в магазине покупать Switch обычный, ну, все меньше и меньше резона. Если хотите купить, то покупайте бэушный и ни в коем случае не берите новый. Типа, тут осталось вообще, вот мы скоро-скоро уже узнаем. Подтверждаются слухи, что будет все-таки 4К на телевизоре и 8-дюймовый OLED-экран от Samsung на самом Switch'е. Ну и в портативе все также будет, собственно, 720p. А самый прикол, что неизвестно, как оно будет называться. Switch Pro, Switch New, Switch Super или как там до сих пор, эта информация так и не утекла. А вот какая информация утекла, да, к это кто может все-таки победюникать собственной Nintendo и собирается это сделать? Это у нас Valve. На сайте Ars Technica эксклюзивно вылилась информация, что Valve планирует выпускать портативную консоль, ну, в плане того, что это будет PC, но в формате портативной консоли. И можно будет играть во все игры, которые доступны на платформе Valve, ну, собственно, в Steam. Но непонятно, как они будут это реализовывать. Есть несколько проблем. Во-первых, ходят слухи, что она будет на Linux'е, а не все игры доступны на Linux'е, правильно я говорю? Большинство из них только под Windows. Во-вторых, непонятно, как оно будет портативное, если железо, собственно, не позволяет играть в большинство игр, ну, в смысле, портативное железо. Но у Valve много денег, может быть, как-то решат эту проблему. И в-третьих у нас... А что я хотел сказать в-третьих? Короче, а в-третьих у нас непонятно, что будет там именно с производительностью, в плане того, что вот она, если будет все-таки производительная и портативная, как она будет держать батарею. Это тоже непонятно, может быть, постоянно придется сидеть на зарядке, часик поиграл в портативе, пошел заряжаться. Но эту информацию уже точно нашли, типа, в коде Steam'а и говорят, что вот в разработке есть. Но, как мы знаем, Half-Life 3 тоже в разработке с 2001 года там находится, не знаю. Valve вообще любит так-то что-нибудь разрабатывать, а потом не выпускать. Хотя вот Steam Link они выпустили там, или что они там выпускали, Steam консоль эту со Steam геймпадом реализована, это было отвратительно. Посмотрим, что они в этот раз делают и выпустят ли вообще. Но я вам скажу, что вот, например, проблему с играми, с портированием игр на вот эту консоль от Valve можно решить очень просто. Они берут комиссию 30%. Ну, собственно, Valve, кто размещается в Steam'е, берут комиссию 30%. И это огромные бабки. Но если им надо будет продвинуть свою портативную консоль, которая будет, например, на Linux'е, и в которой там будет, условно говоря, 720p экран, и чтобы было все четко, они могут сказать, вот кто выпускает на платформу вот этой портативной консоли свою игру, тому мы делаем комиссию, там, 15%. И я думаю, что крупные разработчики прям уцепятся за эту возможность, потому что, ну, типа, 15% от миллиона, это, ну, много, это 150 тысяч. А если игра приносит там по 200 миллионов в год, то я думаю, что они будут стараться выпускать игры, потому что, в принципе, вот это снижение комиссии может окупить затраты на портирование игры. Там уже, видите, в чем прикол, то, что неважно, каким количеством она будет продаваться на этой портативной консоли, ну, консоли, условно говоря, ПК, потому что, если Steam снизит комиссию, там, условно говоря, до 15%, и игра продолжит продаваться в Steam'е, и они будут платить меньше комиссию, ну, вот этот условный налог на размещение в торговой площадке, то им будет вообще по барабану, каким количеством она там на портативной консоли продается, мне кажется, это был бы вообще идеальный вариант. Это чисто мой вброс, ни от кого этого не слышал, то есть ни один инсайдер такую информацию не говорил, мне кажется, просто, если они такое сделают, то это будет взрыв, это будут покупать все вообще. Прикиньте, дешевые игры из Steam'а у вас в портативе хорошо оптимизированные, потому что Steam, ну, Valve, путаю, ну, короче, вы поняли. Собственно, вот так вот деньгами стимулируют разработчиков, это был бы шик и блеск, круто, классно. Ну, все, закончил тренгейт, самое интересное за неделю рассказал, теперь давайте к скидкам в eShop'е. И на этой неделе есть прям вообще вкуснятина, например, суперкрутецкая игруля NosGuard, это у нас стратегия, которая очень круто реализована на Nintendo Switch, и при том это стратегия в реальном времени, там очень удобное управление, все сделано круто, она стоит 1050 рублей сейчас, скидка 60%, всем советую присмотреться. Еще Burnout Paradise у нас со скидочкой 1199 рублей стоит, скидка 50%, тоже обязательно присмотритесь. Еще многие в прошлый раз меня спрашивали, почему я не рассказал про Darksiders 1, объясняю, он просто морально устарел. И на него скидка сейчас 50%, 949 рублей стоит, если кто-то все-таки хочет играть в морально устаревшую игру, то вот, пожалуйста, покупайте, играйте. Еще из такого популярного, о чем все говорят, это у нас Plants vs. Zombie, скидка 30%, 2100 рублей, фанатов много, но по мне так игра какая-то сомнительная, не знаю. Ninja Gaiden Master Collection у нас вышел на Nintendo Switch и, собственно, сразу дали на него скидочку небольшую, 10%, 4050 рублей стоит. В принципе, если хотите поиграть, можете приобрести со скидки 10%. Еще старенькая игра, но супер клевая какая-то, взорвавшая в самом начале, когда она только вышла, это у нас Unrival 2, 75% скидка, 549 рублей игра стоит. Ну и, конечно же, у нас Overcooked 20% скидка и Overcooked 2, 50% скидка, 774 рубля игра стоит. Ну, вроде это все из того, о чем я не рассказывал до этого по скидочкам у нас. Ну и новости у меня тоже закончились. Если ролик вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ссылки на соцсети и на страницу на Boosty в описании. А на этом у меня все, всем удачи и пока.